Эти капкейки с фруктовой карамелью настолько понравились моей семье, что мне пришлось их сразу же готовить второй раз подряд. Привет, друзья! Сегодня у меня для вас рецепт чудесных капкейков с фруктовой карамелью. Перед приготовлением я предлагаю вам подписаться на наш инстаграм, некоторые рецепты там появляются раньше, а также я делюсь иногда там личной информацией. Для начала приготовлю фруктовую карамель, про нее я вам уже подробно рассказывала, но повторение мать учения и для нее мне нужно 150 граммов фруктового или ягодного пюре любого. У меня яблочное просто потому что оно у меня уже было. Любые фрукты или ягоды измельчайте блендером, но если яблоки, то их нужно предварительно отварить и потом измельчить. На плиту ставлю сотейник с толстым дном, жду пока поверхность нагреется и высыпаю 100 граммов сахара, делаю сухую карамель. Во время плавления сахара сотейник покачивайте, регулируйте нагрев, чтобы сахар не горел, а плавился равномерно. На начальной стадии мешать его нежелательно. В это же самое время в микроволновке или на другой конфорке нагрейте пюре до горячего состояния. Когда основная масса сахара расплавилась можно его помешать и когда карамель достигла насыщенного цвета добавляю в нее сливочное масло 40 граммов, нагрев держу минимальный. Когда масло вмешало добавляю фруктовое пюре аккуратно понемногу все время при этом мешая. После того как пюре ввели одну-две минуты карамель прогрейте, если фруктовое или ягодное пюре было у вас слишком жидким, поварите карамель немного дольше, 4-5 минут и все, она готова. Теперь карамели нужно дать остыть до комнатной температуры. Для удобства я ее перелью, но можно этого и не делать, заодно и взвешиваю. У меня получилось 220 граммов, перед приготовлением теста включите духовку пусть она разогревается до 175 градусов и подготовьте формы можно бумажные можно силиконовые какие вам удобнее почему я пишу 10-12 штук потому что размер капкейка бывает разным так же как и форм есть вот такие розетки побольше и такие немного меньше маленьких 12 больших 10 хотя можно сделать и 12 больших просто они будут пониже к 180 граммам просеянной пшеничной муки добавляю чайную ложку разрыхлителя и четверть чайной ложки соды к 60 граммам мягкого мягкого сливочного масла добавляю 50 граммов сахара и взбиваю все вместе когда масло побелело по одному введите 2 яйца причем последующие только после того как хорошо вмешали предыдущие яйца первой категории я все время это говорю потому что размер яиц разный если вы возьмете маленький то у вас может получиться другая консистенция теста или наоборот если яйца будут очень большими яйцо первой категории без скорлупы весит примерно 50 55 граммов добавьте чайную ложку ванили или ванильного сахара щепотку соли и 30 миллилитров это две полные столовые ложки растительного масла теперь добавьте 80 граммов фруктовой карамели очень важно чтобы все продукты для теста были у вас одинаковой комнатной температуры тогда несмотря на то что вы взбиваете жидкости жиры смесь не будет у вас расслабиться а станет такой гладкой однородной эмульсией добавляю 100 миллилитров кефира можно использовать сыворотку или пахто и теперь ввожу сразу все сухие ингредиенты то есть муку с разрыхлителем и содой и быстро на минимальных оборотах перемешиваю миксером продукты соединили миксер убираю и окончательно домешиваю лопаткой я уже неоднократно повторяла и еще расскажу чтобы изделия были нежными воздушными тесто нужно замешивать быстро чтобы в нем не успела развиться клейковина и оно не затянулось но теперь его нужно распределить по формочкам мне очень понравилась практика совместного придумывания названия для рецепта большое спасибо вам за то что проявили активность и написали так много интересных вариантов мы выбрали тот который нам показался самым романтичным красивым и поставили в название убираю форму в духовку примерно на 20-25 минут а я за это время вполне успею приготовить крем и для этого мне нужно 250 граммов сливочного сыра холодного только что из холодильника добавляю к нему 100 миллилитров охлажденных сливок обязательное условие все продукты должны быть холодными из холодильника добавляю 20 граммов сахарной пудры и все вместе перемешиваю а потом взбиваю до пышной однородной массы начиная на минимальных оборотах постепенно их увеличивая кстати количество сливок в креме можно менять если возьмете больше это сделает крем более нежным но менее стабильным вот и все и теперь добавляю сюда 100 граммов фруктовой карамели и теперь на минимальных оборотах смешиваю карамели крем на этом все окончательно до однородности промешайте лопаткой и теперь его можно в этой миске убрать в холодильник или сразу же выложить в кондитерский мешок и убрать в нем пока не понадобится боже мой они прекрасны если сможете доставить достаньте переместите на решетку чтобы не отмокал низ у меня они провели в духовке 22 минуты пусть остывают капкейки остыли можно посмотреть не просто нежный а упругий очень приятная такая текстура в меру сладко кстати сладкоежка может быть и стоит добавить столовую ложку сахара мне так очень хорошо я у меня есть замечательная коробочка из магазина торта мастер мне очень удобно упаковывать капкейки если нужно отнести кому-то в подарок что я сейчас и сделаю я вот даже пока ставила мне пришла такая мысль что может быть их поставить без крема а шапочку сделать уже потом когда они стоят внутри очень симпатично есть ручка и они там хорошо сейчас стоят вот в таком уютном домике Вот такие совершенно замечательные капкейки с фруктовой карамелью у меня получились и обязательно получится у вас. Я желаю вам приятного аппетита!